МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Тусуется молодежь на тачках, громкая музыка орет на всю округу. Вот ГИБДД бы забрать всех этих тусовщиков с копом и штрафануть. Самарец Харен Григориан пожаловался в Фейсбуке, что Сбербанк блокирует карты клиентов. Мне на сегодня известны четыре случая, утверждает автор. У всех большие переводы за день от 70 тысяч рублей. Причем неважно, входящие переводы или исходящие. Наш арендодатель неделю восстанавливал доступ к карте, доказывая, что он, будучи физлицом, владеет недвижимостью, которую сдает в аренду, из которой платят налоги. Еще один человек доказывал, что, будучи ИП со счетом в другом банке, имеет право пользоваться своей картой физлица для перевода денег сотрудникам за разовую работу. Налоги тоже платят исправно. Третьему человеку предложили поменять карту на мир. Мол, она лучше, возьмите ее. Что это? Попытка насильно всех на мир перевести? Если да, то зачем? Грядет отказ от системы виза? Если не в мире дело, то в чем? А что будет завтра? Лимит установят в одну тысячу в день, негодует автор. В селе Бариновка Самарской области известному ведущему передачи о рыбалке Павлу Неболсину удалось выловить карпа весом 20 килограмм. Фото огромной рыбы он выложил в Инстаграме. Такой большой карп попался на крючок в первый же день съемок новой серии. Кроме этого карпа добычей рыбака стал еще один, но скромнее. На 9 кило 200 грамм.